К нам присоединяется сейчас, к сожалению, не из Мелитополя, а из Мариуполя, депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, рады вас видеть. Дмитрий, что на фронте на вашей территории, на вашем направлении? Вам что-то известно из того, что можно, конечно, произносить в эфире? Смотрите, ситуация с логистикой у оккупантов ухудшилась после баловны на Крымском мосте и по той логистической цепочке, которая действует с Ростова, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, которую вы назвали, соответственно, у них есть тоже определенные проблемы с цепочкой поставок, как вооружения, так и пушечного мяса своего. Вопрос теперь состоит в том, что украинская баловна достает без проблем до Мариуполя, и в последнее время оккупанты не концентрировали большое количество своих сил в одном месте, то есть они их распределяли по всему равномерно, по всему Мариупольскому району, по поселкам, селам для того, чтобы минимизировать потери в случае ударов украинской баловны. И, соответственно, сейчас у них есть такая проблема, что проходимость коридора снизилась, и у них теперь проблема того, что у них на определенных участках идет концентрация техники и усложненная ротация, то есть это добавляет, к счастью, и проблем. Поэтому, в целом, если анализировать, такая ситуация, то, что касается тех проблемных моментов, которые, к счастью, есть у оккупантов. Дмитрий, ну и небо вовной, скорее всего, единой, видимо, что есть ощутимые потери и на фронте, ведь больницы Мариуполя уже переполнены ранеными оккупантами. Да, это так и есть. Смотрите, местное население, те немногочисленные жители города, которые остались в Мариуполе, а это не более 20% от тех жителей, которые были в Мариуполе до полномасштабного вторжения страны-террориста, им всячески отказывают в медицинском обслуживании, то есть по остаточному принципу. А первое — это лечение трехсотых оккупантов, которые постоянно приезжают. Я также отмечу, что участились случаи дезертирства с так называемой армией ДНР, и это уже не единичный случай, когда уже даже на столбах вывешивают информацию о том, что ищут такого-то дезертира, который дезертировал с оружием, и это, я повторюсь, не единичный случай, то есть оккупанты видят всю ту ситуацию, естественно, общаются с такими же, как они, и те им рассказывают про тот ад, который фактически они испытывают. И для того, чтобы хоть как-то сохранить свои никчемные жизни, некоторые из них уже прибегают к тому, чтобы дезертировать из так называемой армии ДНР. Ну, кстати говоря, про никчемные жизни. Вы знаете, кроме дезертирства, кроме бавовн, насколько мы понимаем, новая еще беда, в кавычках, появилась у оккупантов. Массовое отравление офицерского состава российских войск во время празднования дня ВМФ. Оккупационные власти говорят о применении цианида, пестицидов, таких вот страшных веществ. Вам что-то известно об этом? Смотрите, я очень осторожно всегда комментирую те вещи, которые происходят внутри Мариуполя, для того, чтобы не навредить в том числе и украинской разведке. Действительно, такие случаи есть. Есть случаи того, что бывают ситуации у них и внештатные по личному составу, но также есть моменты, которые оккупанты, в принципе, сами им способствуют. Там полная антисанитария, которую развели в городе оккупанты, и я вам в прямом смысле этого слова скажу, город тонет в российских фекалиях, потому что не справляются канализационные коллекторы, и, соответственно, вот все эти российские фекалии, почему российские? Потому что в последнее время Россия завезла очень много гастарбайтеров в Мариуполь, и их численность примерно стала такой же, как и численность коренных мариупольцев в городе. И, соответственно, не выдерживают нагрузки эти сети, что также способствует повышению уровня инфекционных заболеваний, и, соответственно, также ухудшает ситуации. То есть, с одной стороны, есть определенные силы, которые действуют внутри, и есть определенные факторы, которые также оккупанты сами себе создают, но в целом мы имеем итог, это 200-300 оккупанты, что не может не радовать. Пусть буйно цветет кишечная палочка для оккупантов. Так, еще одна новость. В оккупированном Мариуполе производят ремонт, и они об этом отчитываются. Громко, да, в почти разрушенных квартирах. Мы правильно понимаем, что это просто очередная схема отмывания денег на войне? Абсолютно верно. Вы знаете, мне часто задают вопросы, а там приезжал Шейгу, фамилия Нахэ, не буду уникультурно выражаться, вице-премьер какой-то. То есть придают этому какое-то знаковое значение. А на самом деле, по сути, при приезд таких людей, это просто банально они подсчитывают, сколько откатов они получают с того или иного объекта. То есть все эти стройки, все это банальное зарабатывание денег, в том числе, там, тех первых лиц, там, министра неудачника и других, которые приезжают для того, чтобы просто зарабатывать на этом деньги. И просто вдумайтесь, россияне повредили и уничтожили в Мариуполе более двух тысяч многоэтажных домов. И за больше, чем год оккупации они построили меньше 50 домов, и то этажность разрушенных домов 9 в среднем, а построенных 3-4 этажа. То есть вся их красивая картинка, о которой они рассказывают, это просто картинка, потому что они даже не покрывают, там, в принципе, где-то там 2-3% от общей потребности людей в жилье. А для внутреннего потребителя они снимают красивые видеоролики о том, как они заботятся о Мариуполе и как туда вливают миллиарды их никчемных, никому не нужных рублей. Ну да, на самом деле, такая пример ужасающей пропаганды. Сейчас хотелось бы очень еще обговорить ситуацию, которая происходит в мариупольских школах. Вот по информации Петра Андрющенко, на самом деле, также новости не самые приятные. С 1 сентября будет введен адский дресс-код некий для учителей-женщин, например. Запрещено красить волосы, использовать косметику любую. Ну такой ужасающий тоталитаризм, скажем прямо. Северная Корея. Действительно, Северная Корея, совершенно верно. Плюс, насколько мы знаем, есть также факты переписывания учебников истории, скажем так. Еще один фирменный путинский стиль. Или можете буквально рассказать, что творят оккупанты системой образования в нашем украинском Мариуполе? Это нельзя назвать образованием. То, что в Мариуполе оккупированном происходит, это чистая пропаганда. И уже в том учебном году, который прошел, это учебный год пропаганды РФ, по-другому я назвать не могу. То есть они уничтожили в библиотеках, в школах абсолютно все украинские книги. И, соответственно, там сожгли их. То есть было много фактов таких преступлений. И, соответственно, то, что происходит с образованием. Образование – это один из репрессивных элементов оккупационной России. Потому что на самом деле вот те там учителя, которым там не разрешают красить волосы, ну это, наверное, наименьшая проблема. А наибольшая проблема – это то, что они наделены там особой властью, и они могут просматривать абсолютно любые телефоны детей, брать их, и просто смотреть, что у ребенка в телефоне, и выявлять инакомыслящих детей, и неблагонадежных детей, как они их называют. То есть это такая реально тотальная, тоталитарная система, я не могу назвать образованием пропаганды, которая выявляет тот там термин инакомыслие, который был в совке. И, соответственно, когда они находят какие-то такие моменты, а среди детей особенно много противников российскому режиму, соответственно, после этого страдают и дети, и их родители. И там стоит вопрос по поводу лишения родительских прав. Ну то есть это очень жесткий момент. Поэтому я очень осторожно комментирую такие вещи, потому что часто дети радуют своими проукраинскими позициями и в социальных сетях, но они после этого, к сожалению, имеют огромные проблемы от этих зверских оккупантов, которые орудуют в нашем городе. Спасибо, Дмитрий, за этот разговор. Дмитрий Забавин, депутат Мариупольского городского совета, присоединялся к нашему эфиру. Благодарим. Продолжение следует...